Старая застройка в историческом центре Бреста явление нередкое. Почти в каждом квартале найдется порядка трех-четырех домов начала 20 века. Многие из них непригодны для проживания. Сквозные трещины, полы ниже уровня земли, ветхие кровли. Сегодня в городе над Бугом насчитывается 32 таких немых свидетеля в камне еще до революционной эпохи. Прежде чем дома признали аварийными, они подверглись специальной процедуре обследования жилищного фонда. Ежегодно проводится весенний осмотр. На основании этого весеннего осетного осмотра делается заключение о различных аспектах, относящихся к тому или иному жилому дому. В том числе состояние строительных конструкций. При необходимости приглашаются дополнительные специалисты. Проводится инструментальное обследование. У нас в ЖРУ создана такая комиссия. Она постоянно работает каждый год. Два раза в год проводят эти работы. Улица Буденного, Клондайк, старых еврейских зданий. На месте одного из них уже возвели новую постройку. Каждый год дома этого квартала подвергаются проверке, например, аварийности. После чего сотрудники ЖКХ передают итоги в межведомственную комиссию, созданную в декабре прошлого года. В дальнейшем ее специалисты выносят приговор старому зданию, который может иметь два варианта. Если оно признано непригодным для проживания, то статья 100 жилищного кодекса предусматривает для физических лиц два варианта развития событий. Первый вариант – это предоставление жилого помещения типовых потребительских качеств с площадью не менее занимаемой, либо компенсацию в виде денежных выплат. Для юридических лиц предусматривается только одну компенсацию в виде денежных выплат. В прошлом году переселено порядка 58 семей. То есть, в каждой семье выделяется по одной квартире. Исходя из того метража, который они занимали в двух семьях. Но уже предоставляется жилье нормальных потребительских качеств, которые, как правило, в новом жилье, в Евросападном не проверили. В текущем году уже отселено порядка 12 тысяч семей. И этот процесс будет продолжаться. В 95% случаев проблем с будущими новоселами не возникает. Все они понимают, что жить под крышей, которая не ровен час рухнет, невозможно. Однако некоторые жильцы, проживающие в аварийных домах, подлежащих сносу, не всегда согласны сменить адрес прописки. Есть только, кроме одного дома, который сегодня в городе, проблемы, в Островской, Одессе. Там люди почему-то хотят именно в центре города, и чтобы было все очень хорошо. Но, как правило, так не бывает. Проблема с жильцами на улице Островского пока единственная в городе. Однако, рано или поздно, судьба здания, имеющего статус историко-культурного наследия, будет решена, минуя круг скрупулезных проверок сотрудников ЖКХ, безусловно, знающих свое дело.